Дело Болткома На душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Всем еще раз доброе утро Радио Болтком продолжает свою работу Начинается программа Климат-контроль Телефоны в нашей студии 67212-93-9 67213-93-9 Она связи с нами Идущие программы Морский геолог Ученый Журналист, пишущий о науке Константин Рангс Доброе утро, Константин Доброе утро Вот мы говорим все время о том, что Климатическая катастрофа Как будто бы это Явление, которое Ну вот рукотворное Характерно только для нашего времени Но тем не менее, если заглянуть в историю Сколько было В общем-то Всевозможных климатических катаклизмов И вот в эти дни Когда отмечаются Гонзейские дни В Риге В частности Мы можем Вспомнить немножечко историю Гонзейского союза Гонзейских городов И Вспомнить взлет и падение И как это было связано С изменениями Климата Вот на эту тему Сегодня Порассуждаем Ну, прежде всего Хотелось бы действительно Сказать, что С 19 по 22 число В Риге идут 41-е Гонзейские дни Это так называемый Это общеевропейское Не только европейское движение Новая Ганза Оно носит культурный характер Экономический характер Это как бы способ Охватить людей Живущих в Европе И за ее пределами Как раз в той Географии Которая существовала Во времена Максимального развития Так называемого Гонзейского союза Или Ганзы Как ее коротко называют Надо сказать Что вообще Действительно Многие исследователи Говорят Что по большому счету Ганзейский союз Предвосхитил Появление Европейского союза Но тут Очень важный момент Дело все в том Что Ганзейский союз Появился Как инициатива Частных лиц Это не было Государственное образование Вот кстати Государство Это как раз Ганзейский союз В значительной мере То и грохнули Развалили А именно Это была Частная инициатива Которая Которая Вышла Из среди купцов Которые работали В регионе Прежде всего Балтийского моря И купцы Это были Самые разные Например Известно Что Те же самые Новгородские Псковские Купчины Еще где-то В начале 12 века То есть Примерно За 70 Лет До основания Риги Уже имели Связи С немецкими Купцами Но тут Понятное дело За скандинавскими Купцами Имели соглашения И в принципе Вот эти вот Соглашения Они поначалу Были такие Знаете Ну Парные Двойные Двусторонние Однако Стоило вспомнить Что например В 1241 году Например Гамбург Соединение Имел такое Соглашение С Любиком Спустя Лет 17 Любик С Висмаром Как-то вот Все из Любика Пошло И не случайно Любик Называли Первым Среди равных Это было Очень интересное Такое образование Сначала Это были Купцы Потом Это были Магистраты Рига В 1282 году Тоже Подписала Соглашение Так скажем Вступила В Гонзейский Союз И Это Немало Способствовало Ее расцвету Так вот Что интересно Надо же Вспомнить Что это Было За время Вот эти Вот 1100 год Вот так Считайте 900 лет Тому назад Даже Поболее Это было Время Так называемого Атлантического Оптимума Погоды были Климат Был Замечательный Ну например В Шотландии Выращивали Виноград Можно себе Представить Известнейший Случай Хрестоматийный Когда Войска Вильгейма Завоевателя В 1066 году Завоевывают Англию То после Того Как Военные Побеждают Они начинают Грабить Подвалы Соседних Аббатств Упиваясь Местным Вином То есть Собственно Говоря Это было Совсем Другое Время Мы плохо Даже себе Представляем Насколько Было Тепло И уютно Время Время Не только Даже У нас А даже В той же Самой Финляндии На юге Финляндии Огромные Дубравы Когда Современные Скептики Я помню На лекциях По атеизму Давно было Говорили о том Что Ну как Это так Как могли Прийти Допустим Там Пилигримы Откуда-то Нибудь Из Греции Зачем Они шли В холодную Россию Когда Тогда Еще России Не было Русь Была А потом Они шли На север До Карелии Как бы Они дошли Зима Вот в то время Не было зимы Вот что Очень важный Момент Даже На берегах Ладожского Озера Было Очень тепло И хорошо Я уж Не говорю Про берега Рижского Залива Примерно Как в Италии Переброситься В то время Мы бы Увидели Меньше сосен Но зато Гораздо Больше дубов И других Лиственных Растений И лето Было Длинное И в общем Прогода Была Замечательная То есть По сути Дело Это было То время Когда Оно Способствовало Объективно И развитию Мореплавания Дубов Много Самое Лучшее Дерево Для строительства Корабля Как известно Деревянного Было Очень Хорошие Возможности Длинный Навигационный Сезон По рекам Многие реки Вообще Не вставали На зиму Или этот Ледостав Длился Всего лишь Несколько Недель То есть Мы можем Себе Представить Насколько Это была Комфортная Жизнь И она Способствовала На протяжении Целых Нескольких Веков Вот этому Активному Развитию Связей Между Различными Берегами В первую Очередь Балтийского Моря Благодаря чему Это все Образовалось Благодаря чему Это сейчас Мы уйдем В целый Мир Теорий Но Считается Что это было Связано С усилением Гольфстрима Тут тоже Можно начать Говорить Почему усилился Гольфстрим Есть версии Что было усиление Солнечной Активности Но в то время Солнечную активность Никто толком Не наблюдал Единственное Что наблюдали Китайцы У них там Вроде бы Были данные О том Что Количество Пятен На солнце Было больше Но опять-таки Эти данные Весьма расплывчатые Поэтому можем Сказать так Что мы знаем Что было тепло Но точно Почему было тепло Мы не знаем Хотя мы знаем Одну очень важную вещь Содержание углекислого газа Было гораздо ниже Чем сейчас Это мы знаем Потому что Этот воздух Воздух той эпохи Оставался замурованный В пузырьках В ледниках И сейчас Если пробурить И взять Образцы льда Относящиеся К той эпохе Это получается Довольно-таки Молодой лед Всего тысяча лет Какая-то На самом деле Самые древние льды Это в Антарктиде Миллион лет Тысяча тысяч А тут мы берем Тысячу лет И мы в принципе Сейчас можем сделать Анализ этого воздуха И четко себе сказать Что там было В то время Чем дышали Те люди Так вот Тогда было тепло И хорошо Все портится Стало Примерно После 1311 года Если Лето 1310 года А это Период Когда Вот Что называется Ганза На глазах Распухает И Один из Так скажем Важнейших Товаров Которые Ганза Ничем Торгует Это С одной стороны Соль А с другой Стороны Селедка Селедка Которую Ловили В Балтике Большая Крупная Жирная С толстой Спинкой Селедка Эта рыба Она Ловилась В огромных Количествах Когда Наступала Путина То например В южной части Балтики Устраивали Так называемые Селедочные Лагеря На берегах Швеции Например Это до сих пор История сохранила Там даже Музейчики Есть Десятки Тысяч Рыбаков Выходили На промысел Этой Сельди Сельдь Нужно было Солить Иначе Она быстро Портилась Но надо сказать Что технологии Были разные Сначала Ее считали Что нужно Вяль А потом Уже Солить Она должна Была Болтаться На свежем Ветру А потом Ее уже Такую Подвяленную Подсушенную Солили Изобретение Способа Соления Сельди Прямо Вот как Поймали Тут же Пересыпали И засолили Оно появилось Позже Но это Отдельная Тема Так вот Примерно В 1311 Году Произошло Что-то Совершенно Удивительное Ну точно Известно По всей Европе Потому что Описывается В самых Разных Летописях 1310 1310 Год Лето Было Нормальное И теплое А вот Лето 1311 Года Как бы Исчезло И весна Сразу Как бы Плавно Перешла В осень Ну ладно Вымерзать Поддержать Своё Существование Зимой Вот как раз Оказалось Что корабли Очень нужны Очень нужны Перевозки Вот например Люди Которые Отправятся В Новгород Ну сейчас Это тяжело Сделают Но при первой Возможности Очень рекомендую Посетить Там рассказывают О том Как в 1200 По моему 41 году Была очень Холодная Ну такая Зима И был не урожай И в результате Этого Были посланы Гонцы В Ригу И Дерпт Ну в Тарту Современной И с просьбой Помочь И вот Местные Купцы Собрали Питание Продукты И отправили Эти корабли Которые При первой Возможности Дошли До Новгорода И как пишется В новгородских Летописях Что град Спасен Быстро То есть Людей Спасли От голода Это Исторический Факт И он кстати Показывает Одну Очень интересную Вещь Пока Между собой Дрались Например Ордена То Жители Сами И купцы Придерживали Теснейшие Отношения Например В 1391 Году Рига Дербт Как части Гонзейского Союза Ревель Еще несколько Городов Вообще Подписали Особый Договор С Новгородом И Псковом И Псковом О вечном Мире И развитии Особых Тесных Торговых Отношений Это было Связано Именно с тем Что Как раз Ухудшение Погодных И систематических Погодно-климатических Условий Приводило К тому Что Им Нужно Было Взаимодействовать Как можно Активнее Друг с Другом К этому Моменту Кстати Малость Холода Отступили Стало Теплее Теплее Стало И где-то Считается Что Где-то Вот этот Пик Потепления Уже был В 1370 1390 Годах В это время Но потом Опять Что-то Произошло Что-то Сломалось В климатической Ситуации И Опять-таки Мы возвращаемся К ситуации Что Нужно Больше Возить Продуктов Больше Больше Возить Продуктов Это 1392 Год Когда Ганза Начала Чеканить Свою Собственную Монету То есть Можно себе Представить Как они Опередили Время С евро То есть Они стали Делать Своё евро Свой Тайлер И этот Тайлер Применял Самое Интересное Что Для того Чтобы Печатать Каждый Город Каждая Контора Выделяла Определенное Количество Серебра А печатали Где А где В каком Месте Печатали Ну Это все В Германии Было Но Потом Развозили Так скажем Надо сказать Что Гонзейский Союз Ведь он еще Был создан Для того Чтобы бороться С пиратами И другими Лихаимцами Пираты Мало Могли Что сделать С Гонзейским Союзом А если И могли То Заканчивалось Это для них Очень часто Весьма Печально Потому что Имея Поддержку Практически Во всех Крупных Гаванях А для Людей Того Времени Быть Выключенным Из Гонзейского Союза Было Кошмаром Потому что Это означало Что вся Торговля Пойдет Мимо тебя Поэтому Собственно Никакие Города Не горели Желанием Особенным Поддерживать Пиратов Особенно Пиратов Которые Не могли Договориться Тут тоже Очень важный Момент Ведь всегда Можно договориться Если люди Трезвомыслящие Они могут Прикинуть Суммы На основе Которых Как говорится Проще Противника Купить Чем его Убить К тому же Если ты Убиваешь Противника Ты убиваешь Потребителя А если У тебя Противника Ты покупаешь То этот Покупленный Тобой Противник Становится Потребителем Твоих Товаров Это Как говорится Ничего личного Голый бизнес Поэтому В те времена Когда Как вот Можно себе Представить Что тогда Жили какие-то Фанатики Фанатики Всегда были Но Жители Так скажем Учредители И активные Лидеры Европейской Гонзейского Союза Были люди Практичные И вот Тут-то Получилась Очень интересная Вещь Шло бы Все хорошо Потому что Как бы Уже стали Страи Приноравливаться К изменению Климата К подорожанию Например Древесины Для постройки Кораблей Все это Имело место Но тем не менее Гонзейский Союз Держался Вот уже Вот это Появление Общей Монеты Имело Большое Значение Но В 1425 Году Когда В общем-то Похолодание Было еще Сильнее Чем В предыдущем Веке Неожиданно Исчезла Сельдь Но Дело все В том Что Сельдь Она Ушла Из Балтики В Северное Море А надо Заметить Что У Гонзейского Союза Который Изначально Был Как Союз Балтийского Балтийской Торговли И только Частично Он захватывал Северное Море Но там Порты Брюги Были Контора Была Большая В Лондоне Но тем не менее Северное Море Как более Крупное И будем Говорить Откровенно Более Богатое Всякими Живностью Северное Море Оно Его труднее Контролировать Нежели Балтику И очень Большая Проблема Все время Возникала В Северном Море У Ганзы С голландцами Англичанами И датчанами То есть Если на Балтике Как говорится Все договорились И там уже Была Монополия То есть Ганза В первую очередь Это Система Монополии То В Северном Море Там Возникала Очень Активная Конкуренция И Очень Большую Конкуренцию Составляли Например Те же Самые Датчане А особенно С течением Времени И голландцы Дело Доходило До того Что Например В 1427 Году Ганза Схлестнулась В самую Натуральную Войну С Данией То есть Коммерческая Корпорация Стала Воевать С государством Что кстати Очень интересный Пример Сейчас Когда говорят Что являются Вот эти вот Супергиганты Экономические Типа Вот эта Большая Четверка По-моему Это Майкрософт Гугл Эппл Сейчас уже Амазон Причисляют К нему Говорят Что это Супер Государство А Фейсбук Да Что это Эти компании Стали иметь Мощность Измеримую С мощностью Государства И даже Превышающую Так вот С этой проблемой Столкнулись Например Датчане Когда поняли Что просто так Им все не дается Им нужно как-то Либо договариваться С Ганзой Либо воевать И они воевали И кстати Они проиграли На тот момент Но Дело все в том Что Они Допустали Допускать Множество Ошибок Ну например Одной из Такой ошибок Были санкции Гандзейский союз Именно Гандзейский союз Стал допускать Ошибки Да Гандзейский союз Допустим Допустил санкции Санкции В отношении чего Им не понравилось Что голландцы Активно тоже Развивают свою Торговлю И рыбную ловлю И был введен Запрет На строительство Кораблей В Германии В германских Городах Для Голландии К чему По сути дела Это привело Это привело Что корабли Стали строить Голландцы Они стали Переманивать К себе Хороших Корабельных Мастеров Прошло Каких-то Два Три Десятка лет И они Стали строить Уже Свои Суда И мало того Они пошли Другим путем Потому что Есть одно дело Ходить по Балтике А другое дело Ходить По Открытому Океану Тут нужны Уже Как говорится Другие суда Нужны Другие Идеи Но тем не менее Голландцы Это как раз Они от этой Санкции Вот это На строительство кораблей На покупку кораблей Они не проиграли Оказалось В такой Долговременной Перспективе Так они еще И выиграли Ну Дальше Идем мы Если по историческим То например Уже К 1500 Году Опять Потепление Ну Это потепление Привело Еще и К потеплению Коица Кипению Страстей Потому что Началась история Конфликта Дания Швеция Это известная Война Густова Первого Васы Который Стал потом Шведским Королем Основал Хельсинки Эта война Первые ее Как говорится Удары Это было 1519 год Когда Ганза Опять Влезла В войну Уже Со шведами Вообще Ситуация Такая Организация Никак Не могла Как скажем Понять Что меняется Время И она Упорно Держалась За свой Монополизм И тем не менее Ситуация Продолжала Развиваться Рыбы Становилось В Балтике Все меньше И меньше А после 1600 Года Когда взорвался Знаменитый Вулкан В Южной Америке И наступили Вот эти Знаменитые Годы Без лета Это как раз В России Они привели К смутному Времени Но и в Европе Было Совсем Не сладко То есть Ситуация Была Очень Такая Грустная К этому Времени Надо Отметить Что Стало Усиливаться На местах Власть Если К моменту Основания Ганзы Главный Это был Город Который Принимал Решение То уже Спустя Три сотни Лет Все-таки Происходила Централизация Власти В руках Монархов И Например Вот возьмем Елизавета Первая Знаменитая Елизавета Первая Королева Девственница Она совершенно Жестоко Разогнала Так называемый Стил Ярд Это был Такой Укрепленный Как крепость Форпост Ганзы В Лондоне Она его Просто Упразднила Выгнала Почему Опять-таки Из-за Жадности Тех же Самых Ганзейских Купцов Короли До этого Исправно Могли кредитоваться Уганзы Для каких-то Своих Нужд Но тут Уганзы Уже Были Проблемы Селедки Не хватало Из-за Климатических Изменений Получалось Что нужно Торговать Не предметами Роскоши Например А самым Обыкновенным Что называется Хлебом А маржу Которую Можно было Поставить Нельзя было Задирать Слишком высоко То есть Экономическая Эффективность Вот этих Операций Ганзейских Она падала Ну и собственно Говоря Они Пожалели денег Ганзейские Купцы А вот Британские Свои купцы Уже местные Национальные Они денег Казне Ссудили Ну и понятное Дело Между прочим Нечто подобное Происходило И с Новгородом С Россией И с другими Нарождающимися Крупными Странами С той же Самой Шведским Королевством Датчане Опять Показали Свой Норов Голландцам Уж Вовсю Они Просто-напросто Вышибли Ганзу И таким Образом Ганза Стала Жеживаться Опять-таки Описывается Что Ухудшение Климата В начале 17 века Вот в эпоху Мушкетеров Например Когда были Сильнейшие Провалы Когда замерзал Босфор Вы можете себе Представить По каналам Венеции Катались на Коньках Венеции Это даже Не Голландия Зимой Замерзала Вот Вспомним Тилиу Линшпигеля Который За 80 лет До этого За 60 лет До этого Атаковал Взмерзшие В лед Испанские Корабли На коньках Нет А тут уже Венеция Все замерзало И замерзало Балтийское море Вот это Замерзание Балтийского моря Привело к тому Что ходить На судах Естественно Ледоколов Тогда не было Становилось Очень тяжело В самый Период Когда нужно Было Довозить Продукты Питания Корабли Двигаться Не могли При этом Самые Пути Существовали Сухопутные Получалось Что зимой Ведь гораздо Лучше Ехать на санях Вообще Дорога Зимняя Неслучайно Вот зимник Зимняя дорога В условиях Нормального Холода И устойчивого Снежного Покрова Она весьма Она гораздо Лучше Летней Если у вас Нет асфальта И вот Что очень важный Момент Что как раз К этому моменту Стало ощущаться Что Ганзейский Союз Уже не может Ничего Предложить Рынку Как ни странно Организация Созданная Именно Для Улучшения Условий Рыночной Торговли Она оказалась В проигрыше И в 1669 Году На Ставший Последним Съезд Ганзы Городов Ганзы Приехали Представители Вот сейчас Не помню То ли 7 То ли 9 Городов Для сравнения В период Максимального Расцвета На съезд Приезжало Представители Более 100 Городов То есть Вот можно себе Представить Каким был Распад И если Посмотреть Графики Температур Средних За все Время Существования Ганзейского Союза То как раз Можно отметить Что Максимальные Взлеты Были Либо В период Потепления Либо В начале Похолодания Когда все Понимали Что ситуация Изменилась И тут Можно Неплохо Подножиться А вот Уже Когда все Хорошо Депрессивно Наступала Вот эта Холодная Депрессия Вот тогда Да Тогда Возникали Проблемы Потому что Дорожало Все И это Известная Вещь Когда Денег Нет Тогда И Собственно Говоря О всевозможных Побрякушках И прочих Таких Приятных Вещах Люди Думают В меньшей Степени Поэтому Резюмируя Можно Сказать Так Если у вас Будет Возможность Посетить Виртуально Можно Физически Прогуляться Посмотреть Всякие Стенды На набережной Там будет Выставка И вспомнить Об этом Удивительном Историческом Примере Но Об этом Стоит Вспомнить Еще и То что Ганза История Ганзы Показывает И кстати Об этом писали Историки Еще в 19 Веке Что Ганзу Погубили Не только Решения Непродуманные Самих Ганзейцев Или Злонамеренные Решения Их Политических И экономических Противников Но ко всему Этому Привела И сама Матушка Природа И вот Сейчас Мы можем Сказать О том Что Ганзейский Пример Показывает Что Как бы Мы не Планировали Как бы Мы не Создавали Какую-то Совершенную Систему Логистики И торговли Если Изменятся Природные Условия Все Очень Быстро Может Пойти Прав Ну вот Пожалуй И все На сегодня Спасибо Большое Константин Ран С программы Климат-контроль До следующей Пятницы До свидания Вы Слушайте Радио Болтком Редактор субтитров